Здравствуйте! Неоднократно на президиумах рассматривались вопросы по сдаче объектов здравоохранения. Как обстоят дела на сегодняшний день, я прошу рассказать председателю комитета по здравоохранению, образованию и культуре, члена городского президиума Дубровина Владимира Николаевича. Объекты здравоохранения, как и никакие другие объекты, сдаются очень тяжело, с большими задержками. Так, в частности, детская поликлиника по улице Черопчинска. Если первые сроки сдачи были определены апрелем 90-го года, то государственная комиссия при городском совете могла принять этот объект только в апреле 91-го года. То есть сроки сдачи задержались ровно на месяц. На год? На год. В более худшем положении обстоят дела со сдачей объекта здравоохранения в поселке Чульман, в частности больницы. Если первоначальные сроки сдачи определялись маем 90-го года, затем сроки сдачи переносились на декабрь 90-го года, то сейчас совсем не ясно. Скорее всего, реальные сроки сдачи будут где-то в сентябре месяце 91-го года. Здесь идет большая работа, ведутся крайне низкими темпами. Строительство ведется с значительным отставанием по освоению кап-вложений. Систематически не выполняются планы строительно-монтажных работ. Не решен вопрос с сетями, в частности энерго- и теплоснабжения. И говоря о скорой помощи? Скорая помощь у нас этот объект принят, но тоже с задержкой на год. И какие есть меры для наказания, для того, чтобы сдавались вовремя объекты? Эти вопросы неоднократно выносились на заседание президиума, в частности объекты здравоохранения, их сдачи. Этот вопрос решался дважды на декабрьском и апрельском пленуме городского совета, где шла напряженная, откровенная работа с руководителями под сдачей объекта здравоохранения, в частности со строителями. Вы сами прекрасно понимаете, что, к сожалению, все объекты здравоохранения сдаются по остаточному принципу, что и определяют вот такие задержки. У членов президиума, у городского совета, к сожалению, недостаточно рычагов воздействия на руководителей строительных организаций. В частности, вышел закон о местных советах и местном самоуправлении. Но, к сожалению, в марте месяца 1991 года, к сожалению, он еще так у нас реально не применялся ни к одному из руководителей. Но я думаю, что в скорое время мы будем применять этот закон, где говорится о денежных штрафах, о денежных санкциях, применяемых к руководителям строительных предприятий и организаций, которые воздают данные объекты. В частности, штраф от 500 до 2000 рублей. Ну и в отличие от прежних времен, когда эти штрафы платились из, как скажем, из государственного кармана, то сейчас руководитель будет выплачивать данные санкции и собственные зарплаты. Но пока на сегодняшний день никаких механизмов управления нет у Горосовета? Механизмы управления действительно у Горосовета, как я сказал, уже очень сложные. Ну вот я думаю, что реально и очень чувствительные такие денежные санкции, они скажутся. И в конце концов, как-то повлияют, наверное, на наших руководителей. То, по-моему, сейчас денежные санкции – это самые действенные меры наказания. Спасибо. Это еще один объект здравоохранения. Именно сюда должны переселиться отделения терапии, неврологии, кардиологии. На сегодняшний день здесь группа учащихся ПТУ. Они первый день. О сроках сдачи ничего не знают. И о том, как будет проходить дальнейшим работа в этом здании, мы сообщим попозже. Продолжение следует...